Нападение на улицах и общественном транспорте Владивостока спровоцировали в городе волну слухов. Детали происшествия с кондуктором трамвая, которого убили во Владивостоке вечером 1 октября, обрастают подробностями. Напомним, происшествие случилось вечером во вторник 1 октября на остановке Сахалинская. Мужчина избил кондуктора трамвая металлическим прутом, 54-летняя женщина погибла. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полиция задержала 39-летнего убийцу. В совершении преступления подозревается мужчина 1980 года рождения. В настоящее время с ним работают следователи. На месте происшествия проведен осмотр, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего. Чуть больше недели назад мужчина с ножом напал на девушку в центре Владивостока возле здания краевой администрации. Он нанес пострадавшей несколько ударов, после чего попытался сбежать. Однако далеко уйти злоумышленнику не удалось. Он спрыгнул с виадука, ведущего к железнодорожному вокзалу, и сломал ноги. Девушку в тяжелом состоянии отвезли в тысячекоечную больницу. У нее резанные раны спины и шеи, внутренние органы, к счастью, не задеты. Мужчиной также занимаются медики, которые проверяют его на вменяемость. У нас в обществе существует такая боязнь душевных расстройств. Иногда к лицам, которые попадают в психиатру или ход стационара, к ним относятся как будто к инопланетянинам. То есть это обычные люди с обычными проблемами. У одного было понижено старение, у второго какие-то другие проблемы. Но эти люди нуждаются в помощи, эти люди нуждаются в сострадании, они нуждаются в нашем активном внимании. Однако опасаться, что во Владивостоке активизировались в связи с сезоном психиатрически нездоровые люди, не стоит. Еще раз подчеркивает главный врач психиатрической больницы Максим Артамонов. И сезонности в психиатрии сегодня нет. Если человеку ставят диагноз, который касается того или иного душевного расстройства, лечиться ему предстоит всю жизнь, так же как при диабете или гипертонической болезни. Но утверждать, что психиатрические расстройства напрямую связаны с агрессивным поведением и способностью внезапно напасть, например, на прохожего, не стоит. Есть просто отношение пациента и родственников к самому заболеванию и к лечению. Если они добросовестны, то он может вообще не быть здесь в больнице. Здесь попадают только те, кто в самом деле нуждаются в стационарной помощи. Водитель такси избил и изнасиловал пассажирку по пути из Артема во Владивосток. Мужчина приехал по заявке, а затем привез женщину в лес, где избил, ограбил и изнасиловал. Женщина при первой возможности позвонила в полицию и рассказала о происшествии. Сегодня ведутся поиски преступника. Все подозреваемые в совершенных преступлениях в обязательном порядке будут проходить медицинскую экспертизу на вменяемость. А жительницам Владивостока стражи правопорядка рекомендуют внимательнее относиться к собственной безопасности, не ходить по улицам в темное время суток, просить родственников или знакомых встретить, если задержались на работе, и стараться всегда быть на связи. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.